Егор Брайлян, кандидат исторических наук, журналист, международник. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Вот в разрезе того, что происходит в Тихоокеанском регионе, утро все-таки, понимаете, сложно как-то формулировать сложные слова. Но тем не менее, здесь на самом деле очень много аналитического материала связано именно с тем, что вот это мы сейчас говорим по конкретике, там Южная Корея, еще какие-то страны непосредственно, как происходит сейчас взаимодействие между ними. Но это все как бы глубина уже. А на поверхности мы понимаем, что, по большому счету, идет сейчас вот такое, ну, скажем так, нельзя сказать открытое противостояние. Но давайте будем говорить все-таки противостояние Китая и Соединенных Штатов Америки за влияние в Тихоокеанском регионе. И вот по последней информации, я вижу, что в сентябре прошлого года Вашингтон поплюгал свою новую стратегию Тихоокеанского партнерства, где впервые в истории здесь очень много именно посвящено таких острых вопросов Соединенных Штатов, которые за последнее время теряли там свою вот активность. И в этой статье аналитически пишется, что что бы там Соединенные Штаты сейчас не рисовали в своей стратегии, но Китай будет отвечать, будет отвечать довольно-таки серьезно. И на дипломатическом уровне, и на экономическом уровне, ну и, понятное дело, на военном. Кстати, в этом сюжете и военная часть тоже вспоминается. Так вот, на каком уровне сейчас находится вот это противостояние в Тихоокеанском регионе? И кто сейчас все-таки держит, ну, одерживает, скажем так, верх, да, в этом противостоянии, вот на данный момент? Ну, нужно вначале подметить, что Индо-Тихоокеанский регион, Индо-Пасифик, это является главным регионом сейчас, где будет жить большая часть населения Земли. И, в принципе, в прошлом году практически все страны Запада приняли отдельные стратегии по поводу работы с этим регионом. Была принята стратегия в США, была принята стратегия в Канаде, была принята стратегия Франции, Европейского Союза. И сейчас мы видим, что идет такое противостояние игромышцами, то есть Китай нарушает свободу мореплавства в Южно-Китайском море. А Соединенные Штаты Америки, в свою очередь, деконсолидируют своих союзников из такие страны, как Республика Корея, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Филиппины. Филиппины, так же как Тайвань и другие страны, они имеют статус основного союзника США вне НАТО. И нужно сказать, что США это удается, то есть они постоянно консультируются с этими странами, они понимают, что Китай очень внимательно следит за Россией, за российской агрессией в Украине. И для США очень важно, чтобы не произошло вторжение КНР на Тайвань. И один из американских сопоставленных чиновников, военных, он сказал, что нужно готовиться к вторжению Китая на Тайвань в 2025 году. Но пока что в Китае нет таких военных возможностей, чтобы провести десантную операцию на Тайване. И для США это как раз и является главной угрозой безопасности. Если Китай совершит эту военную агрессию на Тайвань, то будет означать полное уничтожение того порядка, который был создан в Индопехиканском регионе. Ну, можно сказать, после Второй мировой войны. Можно ли сказать, что ныне Соединенные Штаты Америки играют на опережение, по крайней мере в теме экономической, возможно, лишая Пекина, если мы уже говорим непосредственно об этом противостоянии США, Вашингтон-Пекин, лишая Пекина экономических определенных таких подушек, не первый месяц уже идет борьба за микрочипы между Вашингтоном и Пекином. Известный завод, к примеру, Foxconn, который производит вот такую вот технику, одну из самых популярных во всем мире, он постепенно подвергается нападкам со стороны местной власти. То он закрывается, то открывается, и все благодаря Zero Covid, нулевой толерантности Китая. И, в принципе, история с Foxconn, ее можно экстраполировать на весь Китай. Такой процесс происходит. Плюс еще США договариваются с Японией об ограничении экспорта микрочипов в том числе. Вам не кажется, что сейчас уже Вашингтон уже пошел на опережение и в определенных позициях опережает? Пекин в борьбе вот этой, возможно, военную борьбу мы и не увидим. Да, безусловно, Пекин больше боится всего именно экономических санкций, и скоро будет визит госсекретаря США Блинкена в Китай. И, как такой анонс визита, были объявлены санкции по поводу китайской компании, которая якобы предоставляла спутниковые снимки вагнеровцам. И, в принципе, Китай как раз остерегается экономических санкций со стороны Запада, потому что Китай понимает, что если он будет открыто поддерживать Российскую Федерацию, то он будет нарожаться на санкции. А для Китая это невыгодно. И Китай является главным торговым партнером в Африке. То есть, если мы посмотрим, практически все африканские страны больше всего торгуют именно с КНР. И для Китая экономическая экспансия является предусловием для как раз геополитической экспансии. И США хотят этому помешать, чтобы экономическое влияние переросло в влияние военно-политической Китая в мире. Если непосредственно организовывать стабильность, как говорится, в регионе, в Соединенном Штатах Америки, кроме единичных таких вот союзников, возможно, нужна общая какая-то стратегия, либо не общая стратегия, а общая организация. В Северной Корее реагировали на визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Республику Корея, и в том числе Южную Корею, и Японию. Заявили, я добавлю, кто это, это сотрудник научного сообщества международной политики КНДР Ким Дон Мён. Его мнение в агентстве ЦИТАК распространялось о том, что якобы приезд господина Столтенберга – это попытка организации азиатской версии Североатлантического альянса. Что, собственно, на такую организацию, как азиатская НАТО, в будущем будет и операция США, и союзники. Ну, давайте так, заявление представителей Северной Кореи можно точно так же, с такой же щепетильностью рассматривать, как и, прости господи, заявление Сергея Лаврова, министра иностранных дел Российской Федерации. В принципе, столько же ноток правды в этих заявлениях. Но всё же, а на самом ли деле тема азиатского НАТО, условного, давайте так, она не должна стоять как перед Вашингтоном, так, в принципе, перед Брюсселем? Ну, это достаточно такая серьёзная тема создания восточно-азиатского НАТО, но я думаю, что этого не будет. То есть, в принципе, эти четыре ключевых союзника НАТО – это Республика Корея, Япония, Австралия, Новая Зеландия – они уже в процессе открытия дипломатических представительств при НАТО, Республика Корея уже это сделала. И опыт американцев в времён Холодной войны в Азии показывает, что такие региональные союзы, созданные американцами, они не работают. То есть, был такой союз СЕАТА в Юго-Восточной Азии, но он не сработал. И есть ещё АСЕАН, но это больше экономическая региональная интеграция стран Юго-Восточной Азии. И поэтому я думаю, что Столтенберг поехал в Сеул и Токио, чтобы договариваться за оружие для Украины, но в то же самое время в Сеуле и в Токио понимают, что они должны получить что-то взамен. И тут уже включаются американцы, и они могут предоставить или помочь получить ядерное оружие. То есть, в принципе, в технологическом плане, что Республика Корея, что Япония, они могут себе позволить иметь ядерное оружие. Но в Японии есть трагический опыт Киросимы и Нагасаки. И, в принципе, для обеих этих стран ядерное оружие нужно, чтобы сдерживать ядерную программу КНДР, и также, чтобы сдерживать Китай. То есть, я думаю, что в ближайшем будущем мы можем увидеть, что Сеул и Токио могут, ну, я думаю, как минимум Сеул, он может получить ядерное оружие. От американцев или с помощью американцев технологически его получить у себя дома. Если говорить об экономическом сотрудничестве, то упоминаются трудности, которые возникли из чрезмерной зависимости цепочки поставок от Китая во время пандемии COVID-19. Тогда Индия и Южная Корея договорились о совместной работе над созданием устойчивых и надежных глобальных цепочек поставок. Ну, и на основе этого даже создали свою стратегию каждой из стран, которая, в принципе, перекликается. Но что интересно в этой стратегии, она заключается в том, что они по-прежнему, эти две страны, не желают занимать откровенно жесткую позицию в отношении Китая и хотят поддерживать экономические отношения с этой страной. Но в то же время и пытаются сберечь эту стратегическую, стратегическую доверие в союз с Соединенными Штатами Америки. И вот так вот балансировать. То есть и вашим, и нашим. Ну, это, извините, такое из простонародной речи, да, но сам факт, в данной ситуации вот такого накала страстей вообще во всем мире, глобально в геополитике, можно усидеть сразу на двух стульях? Или я по-другому бы сказала бы, в данной ситуации все-таки экономические интересы будут превалирующими? Или вот военные опасения, про которые мой коллега только что говорил, и вот те возможности, которые эти страны могут получить или не могут получить. Что в этом мире сейчас будет превалирующе? Деньги или боязнь взрыва ядерной бомбы? Ну, я думаю, все-таки деньги и большинство стран Запада работает над большим вовлечением в дела инзотехианского региона именно из-за доступа к ресурсам. И они понимают, что к 2050 году, ну, даже раньше, большинство населения Земли будет жить именно в этом регионе. Для того, чтобы там активно работать, нужно уже оттуда убирать Китай, уменьшивать китайское влияние. По поводу двух стульев, ну, мы видим, например, по Турте, что можно прекрасно торговать с Россией, помогать Украине и быть в НАТО. И внешняя политика, она, в принципе, должна быть прагматичной, но я бы, скажем так, разделял случаи Китая, Индию и Республику Корея, потому что все-таки Индия ядерное государство, и в Индии есть уже опыт воин с Китаем, пограничных. Но все-таки я думаю, что им важно продолжать торговать с Китаем, потому что это очень важный торговый партнер. Но все-таки они понимают угрозы безопасности. Неаккуратное поведение Китая, откровенное, оно может поменять вот эту их концепцию, такой мир, за мир во всем мире, так вот ее можно назвать, да? Главное, чтобы бизнес из южуал. Я думаю, да, и, в принципе, не зря США называют Индию наибольшей демократией в мире, потому что там уже больше живет население даже, чем в Китае, 1,4 миллиарда людей. И, в принципе, все идет к тому, что эти страны уже готовятся, но они усиливают свои траты на оборону, потому что они понимают угрозы со стороны Китая. И, в принципе, тут очень важный фактор играет НАТО, потому что НАТО является главным альянсом по безопасности в мире, и оно также признало Китай не как угрозу, угрозой является Россия официально для НАТО, но вызовом, и вызовом по причине того, что Татай своими действиями разрушает мировой порядок и мировую экономику, то есть, в принципе, он нарушает правила, установленные в мире. И, ну, на это есть истерические причины, потому что Китай постоянно говорит о негативном и травматическом опыте того, что Запад делил Китай, и он вмешивался в дела Китая. Это было в XIX веке и, в принципе, до середины XX столетия, и сейчас Китай хочет своими действиями отомстить, что ли, Западу за его действия ранее. Но мы же прекрасно понимаем, что если страны начнут вражду по каким-то историческим вопросам, то тогда просто не останется земли, и земля может разрушиться, мир может быть разрушен не через ядерное оружие, а через вражду стран. Сейчас вот в финале, просто не по теме, вы так сказали, по, самое, как вы сказали, большая демократия в Индии. Я прошу прощения, я просто фразу, может быть, не так сказала, да? Я всегда, когда слышу вот про, ну, развитие и вот большая демократия, самая вот в Индии, если честно, я вспоминаю свою поездку не так давно, это был 16-й год, в командировку в Индию, то, что я увидела, да, действительно, вот хотелось вот это экзотики посмотреть, но вот, честно говоря, когда я слышу про демократию в Индии и про количество людей, которые там есть, что те проблемы, которые там были, они никуда не делись, и кастовая система, и абсолютная бедность, и отсутствие там элементарного даже там масса образования, образование, имеется в виду институтского, высшего образования, да, проблемы никуда не делись, просто на основании чего все-таки считается Индия демократической страной, на основании количества рупий в мировой экономике, но не во внутренней экономике своей страны. Как это оценивается? Можете мне вот этот парадокс объяснить? Ну, тут следует сказать, что Индия взяла политическое наследие Британии, своей митрополии, и в Индии, ну, Индия просто пошла путем создания своих политических институтов, и, в принципе, Махатма Ганди, лидер национально-освободительного движения Индии, один из лидеров несопротивления, он как раз и сказал, что мы должны строить независимую Индию не на британских политических институтах, на судовой системе, а на индийских особенностях, и поэтому вышел такой, можно сказать, гибрид, и Конституция Индии является самой большой по объему, это такой тоже один из важных и интересных факторов. Но все-таки еще по поводу союзов хотел бы закончить тему, что все-таки есть этот четыресторонний диалог, это Индия, Австралия, Япония, США для сдерживания Китая, то есть, в принципе, есть один такой союз, который был создан еще в седьмом году, и в семнадцатом году его воскресил Трамп на фоне этого противостояния с Китаем. Егор, вам спасибо огромное за ваш анализ, я напомню, что Егор Брайлен был с нами на связи, кандидат исторических наук, журналист-международник.